Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас люди покупают книги по лидерству, как стать процветающим человеком. Обращали ли вы внимание, что все секреты находятся в нашей недельной главе? Если что-то, например, в начале казалось абсолютно ясным на протяжении трех последних глав в книге Брешит, что Йосиф станет лидером, архетипом лидера, он является центральным персонажем истории, его мечты, обстоятельства жизни, потом просто полуцарский венец практически. А наименее вероятным кандидатом на лидерство, конечно, был здесь Иуда, человек, который предложил продать Йосифа, который, дальше написано, отделился от братьев, жил среди хананеев, породился с ними, потерявший двух сыновей из-за греха, имеющий, ну, так сказать, странные, сложные сексуальные отношения с женщиной, которую он видел как блудницу. Короче, понятно, что он, можно сказать, точно не кандидат. Однако история оборачивается абсолютно иначе. Потомки Йосифа, колена Ефраема и Минашей, вообще исчезают с страниц истории, это было после ассирийского завоевания, в то время как потомки Игуды, начиная с Давида, стали царями. Колено Иуды пережило вавилонское завоевание. Именно Игуда, тот, чье имя носят мы все, чьи народы, мы Игудим, Иудею, эта недельная глава объясняет почему. Иуда первый человек в Торе, достигший, ну, совершенно то, что называется, раскаянием. Как оно определяется мудрецами? Если ты попадаешь в какую-то ситуацию, в которой ты согрешил, и в этот раз этого не делаешь, это и есть настоящее раскаяние. Только это, да, много лет назад Иуда был ответственен за то, что Йосифа продали в рабство. Что он сказал? Значит, продадим его и швальтянам, и пусть крови не будет на наших руках, да. Теперь, столкнувшись с аналогичной перспективой, оставить брата в рабстве, он что говорит? Позволь мне остаться рабом за него и отпусти моего брата. Все, на это точка. То, что нам Тора рассказывает. Вот важно что, да, вы осознаете и признаете свои проступки. Важно не то, что ты что-то там не делал, все люди ошибаются, все делают люди, что-то не так. Но, если ты признаешь ошибки, понимаешь их и развиваешься, ты меняешься. Все, Бог хочет от нас, чтобы мы менялись. Сказал рабе Соловейчик и Шаули Давид, первые два целя Израиля, оба совершили ошибки. Оба согрешили, оба получили выговор от пророков. Да, оба сказали, я согрешил, но их судьбы разными. Шаули потерял трон, а Давид нет. Нет, причина, сказал раб, заключается в том, что Давид моментально признавался, понимал все, что делал Шаулин. Говорил, ну вот я там то, то есть называется это изворачиваться. Вот эта способность признавать свои ошибки, учиться на них, расти, благодаря им даже расти. И Уда этим обладал. Поэтому мы видим, что Уду в конце это совершенно другой человек, как и Маше. Маше Рабей, ну помните, у горящего куста, когда он первый раз нерешительный, заикающийся. Это не могучий герой, а в конце, а в конце это лидер. Лидер это тот, написано, кто хоть и спотыкается и падает, но становится даже более смиренным, смелым, чем раньше. Еще кроме умения видеть и признавать ошибки. Не ломаться от событий. Написано, что надо уметь оценивать ситуацию новую, которая сложилась под воздействием неба. Не бывает случайных ситуаций. Уметь делать правильные выводы и двигаться дальше. Говорят мудрецы, несмотря ни на что, я должен сказать, я понимаю, что такова жизнь, такое решение сверху. И это обязательно лучше для меня. У меня нет другого выхода. Слушайте, другого выхода просто нет. Сказано, если будет падать, не упадет. Про Иуду сказано. Иуда принадлежал к вечности только по одной причине. Что у него была настойчивость, готовность действовать, несмотря ни на что. Он был способен переносить падение и подниматься вновь. Способность выстоять является стержнем успеха. Это пароль выживания, написали мудрецы. Умение вставать. Праведник не тот, кто не падает. Тот, кто после падения встает и идет дальше. Получается, что тот праведник, знаете кто? Кто сто раз упал и сто один раз поднялся. Вот и все. Еще. Иуда умел видеть полутона. Йосиф нет. Есть люди, которые все видят или черным, или белым. Может быть это черно-белое совершенство такое идеальное, но такого нет в реальной жизни. В Торе сказано, что в нашем сегодняшнем мире перемешано добро и зло. Более того, сказано, что нет зла без примеси добра. И нет добра без примеси зла. Поэтому надо, это вывод какой, да? Что надо уметь видеть хорошее, стараться не видеть плохое. Надо понимать, что оно есть. Понимать, не ходить в розовых очках. Но тем не менее не обращать, проходить мимо этого. Это на нас, но это нас не касается. Уметь, надо спокойно относиться к человеческим слабостям. Вот то, что Иуда, в общем-то, и научил нас в этой недельной главе. И благодаря этому стал царем. И благодаря этому выиграл вечность. Чтобы нам всем сделать правильный урок из этой недельной главы. Брахава от слуха всего самого-самого лучшего.